В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В историко-культурном центре состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». Поведено 1614 мероприятий по 12 партийным проект. Сотрудники Видновской гимназии прошли ревакцинацию от коронавируса. Близкие друзья, родственники, очень многие болели, некоторые болели очень тяжело. Это, собственно, тоже таким хорошим поводом является для того, чтобы сделать обязательно прививку. В Видновской школе искусств выступила оперная певица Оксана Беленькая. В историко-культурном центре прошла конференция местного отделения «Единой России». На первую в нынешнем году встречу собрались 53 члена партии. Подробности в сюжете Екатерина Коваленко. Исполнением гимна нашей страны открылась 23-я конференция местного отделения партии «Единая Россия». На встрече единомышленников присутствовали 53 делегата. Кворум есть. Главный вопрос повестки – подведение итогов работы за пять лет. Проведено 1614 мероприятий по 12 партийным проектам, в том же 9 федеральных. Это крепкая семья, городская среда, здоровое будущее, старшие поколения, исторический памятник, детский спорт, чистая страна, новая школа и народный контроль. За каждым проектом закреплен куратор из состава местного полицовета партии. Всего общий охват участников составил более 10 тысяч человек. Кроме того, в сложный период эпидемии многие единороссы вошли в число волонтеров округа. Они развозят продукты и лекарства, раздают средства дезинфекции и маски, помогают пенсионерам и одиноким людям. Члены партии принимают участие во всех мероприятиях муниципалитета. Перемечное отделение – это основа всей партийной работы. Для нас сегодня особенно важно постоянно укреплять первички, совершенствовать формы их организационной работы по обновлению и улучшению качественного состава. Сделать их действительно настоящим центром партийных инициатив, тем самым максимально применить партийную работу к людям. Далее делегаты конференции приняли участие в голосовании по избранию секретаря местного отделения «Единой России». В бюллетенях две фамилии, подавляющим большинством 52 голосами из 53 секретарем местного отделения партии переизбран глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он поблагодарил всех за доверие и напомнил коллегам, что впереди предстоит еще много работы на благо жителей. Также на конференции были избраны члены местного политического совета и контрольной комиссии партии. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В связи с распространением штамма Omicron в Подмосковье растет число заболевших коронавирусом. Чтобы укрепить свой иммунитет и не стать переносчиками болезни, сотрудники Видновской гимназии прошли ревакцинацию от COVID-19. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Это уже третий визит медиков в РКБ в Видновскую гимназию. Ранее выездная бригада сделала прививку преподавателям учреждения двумя компонентами спутника ВИИ. С тех пор прошло полгода. Сегодня было организовано мероприятие по ревакцинации однократной вакциной спутник ЛАЙД. Сегодня мы взяли все виды вакцин, не только спутник ЛАЙД, потому что есть кто еще не вакцинирован, и, конечно, мы предлагаем им все вакцинироваться. Около 40 учителей и членов их семей, а также преподаватели из других школ города сегодня прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Сейчас уже ревакцинация не заболела, реакции никакой не было, и всем рекомендую. Очень многие знакомые, близкие, друзья, родственники очень многие болели, некоторые болели очень тяжело. Это, собственно, тоже таким хорошим поводом является для того, чтобы сделать обязательно прививку. Прошла ревакцинацию и почетный гражданин Ленинского городского округа, бывший директор гимназии Татьяна Анашкина. Больше года назад Татьяна Викторовна переболела коронавирусом в легкой форме, но сразу решила не испытывать судьбу боли и регулярно прививаться. Люди, которые отказываются от вакцины, это предатели. В условиях наших, вот в тех условиях, в которых мы сейчас живем, очень важно, чтобы все люди думали не только о себе, вернее, думали о себе, и о своих близких и окружающих. Это очень важно, поэтому я призываю всех жителей Ленинского городского округа срочно прививаться. Так как вакцинацию проводили в учебное время, желающих защитить себя от коронавируса разделили на группы, чтобы не останавливать учебный процесс. Также это позволило избежать большого скопления народа в помещениях медицинского блока. Процедура ревакцинации стандартная – осмотр врача, измерение показателей и сам укол. Мы оцениваем состояние, спрашиваем, как переносили первую вакцинацию, даем рекомендации по тому, как переносить ревакцинацию, проверяем давление, температуру, осматриваем горло, сатурацию смотрим, ну и, естественно, устный опрос, как человек себя чувствует. Как отмечают медики, за последние четыре дня в округе произошел резкий подъем количества заболевших коронавирусом. Только за прошедшую ночь в РКБ поступило более 700 вызовов. Если раньше за сутки врача вызывали порядка полутора тысяч человек, с этой недели к медикам поступает около трех тысяч обращений ежедневно. Сам омикрон в этот раз протекает также с высокой температурой 38, с синдромами интоксикации, с головными болями, болями мышц, суставов. Не у всех есть потери обоняния. И если мы говорили о других штаммах, там дельта штамм, да, потери обоняния, сизания, то в этом штамме не у всех. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности, носить маски, по возможности не посещать массовые мероприятия и, конечно же, прививаться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Продолжаются злоключения Дома культуры в поселке Совхоз имени Ленина. Работники ЗАО «Совхоз имени Ленина», которое владеет зданием, начали, но не закончили в нем ремонт и в итоге законсервировали объект. Надзорные органы, они уверили в том, что здание полностью обесточено, а из системы отопления и водоснабжения вся вода слита. Но это оказалось не так, что привело к печальным последствиям. Напомним, что ремонтные работы в Доме культуры поселка начались в конце прошлой весны. Правда, все отмечали, что проводились они странно. Вскрывались полы, разрушались стены, демонтировалось оборудование. Изначально все действия были похожи на имитацию ремонта. Здесь, например, мы видим, что заменен кусок трубы длиной метр примерно. При этом батареи старые, стояки старые, подводка труб старая. Видимо, работы велись с таким расчетом, что они никогда не будут закончены. Как мы понимаем, с одной единственной целью, чтобы Дом культуры перестал работать. В конце концов, здание было законсервировано. Но, как выяснилось, не все технические требования были соблюдены. В частности, в системе отопления осталась вода. Ударили морозы и батареи пришли в негодность. Трубы в здании Дома культуры банально прорвало. Перед вами порванные трубы, порванные батареи. Все это вытекло. Система отопления здания полностью приведена в негодность. Возникает вопрос, кто, когда, за чей счет, как будет все это восстанавливать. Специалисты отмечают, что в таком полуразрушенном виде здание не может стоять длительное время. Совсем скоро начнется процесс деформации фундамента и стен. В Видновской детской школе искусств состоялся концерт преподавателя сольного академического пения и скрипки Оксаны Беленькой под названием «Музыка. Любовь моя». На сцене прозвучали произведения русской зарубежной классики, романсы, оперные партии, а также песни из популярных фильмов в исполнении певицы, ее друзей, коллег и учащихся. ПЕСНЯ 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 Оксана Беленькая – оперная певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, постоянная участница музыкальных фестивалей. Окончила Харьковский институт искусств, затем факультет профессиональной переподготовки Российской академии имени Гнесиных. За время своего творческого пути Оксана выступала на многих известных концертных площадках, в том числе на сцене Кремлевского дворца, Орловской государственной филармонии и Московского международного дома музыки. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok